Всем привет! С вами канал Артмания. Разогреваю Диме замороженную котлету. Всё мокрое и горячее. Вот она котлета. Ему надо ножичком немножко. Тут какая-то маленькая котлетка. Как раз она на ужин пойдёт. Не на ужин, а на обед. Где она на обед котлета сегодня. Где я когда готовила, там когда покупала, и замораживала потом. Готовый на пару, кстати. Запах обалденный просто. Обалденный. У котлета есть. Штучка вот такая. Интересная. Так, Дима надоедает кашу. Сегодня буду готовить кашу. Ещё добавить. Всё это сверху мы кладём кашу. И снова я отправлю в микроволновку, чтобы теперь грелась каша. Потом я всё это перемешаю. И Дима будет обедать у нас. Параллельно я Диме буду сейчас варить кашу. Я уже поставила водичку. Сегодня у нас будет вот такая вот кашка. Она очень вкусная. Вёс резанный. Он действительно на вид как резанный. Идеально для каши. Варится всего 20 минут. Даже когда проходит 20 минут, уже очень много. Я первый раз ребёнку хотела сварить её подольше. Потому что все каши я варю долго. Продается она в пятёрочке, конечно. Ой. Это я мимо. В принципе я мимо насыпала, видите. Они вот такими вот маленькими. Я пробовала в рот. Они жуются. Такие они мягенькие. И варятся всего 20 минут. И это супер. Потом я вам покажу конечный результат. Что же у меня получилось. Вот такая каша получается. Сейчас она уже немножечко остыла. Она вот такая вот очень вкусная. Такая зернистая. Зернистая получается. Вкусная, кстати. Очень вкусная и необычная. Второй грейпфрукт. Вчера я разрезала. Такой же был. Смотрите, он тоненький. И вот тут тоже прям тоненький. Короче, этому грейпфрукту он у меня лежит. Дома. В тепле. Ну месяц так точно. Если не побольше. Второй грейпфрукт. Обычно муж покупал до этого. Они были гораздо толще. Вот тут вот. Ну прямо там. Гораздо толще. А это вот второй уже. Тоненький. Завтра вот третий будут. Он побольше немножко размером. Интересно какой он. Смотри. Видимо вот я сейчас стою. И такая на него смотрю. И думаю. Наверное чем дольше грейпфрукт лежит у вас дома. В тепле. То есть купил. Там ты их быстро раскупает. Привозит новый. Покупает. Привозит новый. То есть. Все быстро. Движение. А тут дома как бы вы купили. Они у вас лежат. И короче. Они вот смотрите. Ну как. Доспевают. Дозревают. Доспевают. Дальше. И получается такая вот корочка. Прям маленькая. Короче. Перед диетой. За месяц. Покупаете. Так. Подождите. Диета у меня два месяца. То бишь. Получается 60 дней. 62. 62. Ну ладно. 62 пускай будет. Короче. Идете в магазин. Покупаете 62 грейпфрукта. Вложите их куда-нибудь. Кладете. В тепле. В шкафчик. Нет. На подоконник. Подоконник. Короче. Так. Берете короче. И заваливаете его. Просто. Этим грейпфруктами. И все супер. Тут кстати на подоконнике. Мне довольно прохладненько. Здесь холодно. Всегда. Почему-то. Так надо может быть. Нет. Здесь ощущение как будто здесь дует. Хотя. Окно здесь кстати закрыто. Здесь всегда холодно. Почему-то. Короче. Так вот. Поделилась с вами. Важной информацией. Хотя. Честно говоря. Я знаю. Что. Грейпфрукты во время диеты никто не ест. Ну. Мало кто. У меня очень сильно болит голова. Я даже разговариваю тихо. Потому что просто нерально. И. Мне не верится. Что здесь три дольки грейпфрукта. То есть. Вот одна. А вот здесь. Такие же три. Что-то я так их настолько быстро разрезала. Что впечатление. Что как будто кто-то зашел. Подобрался. Вернее. Ко мне тихонечко. И съел. Блин. Их реально мало. Их мало. Даже так мало. Ну. Тут вот я смотрю. У меня лежат корочки. А. Корочки. Да. Конечно. Лежат. Может кто-то съел. У меня уже. Не знаю. Наверное. Съел кто-то. Короче. Так вот. Сейчас буду есть. А завтра завешиваться. Ну. Вот наш последний грейпфрут. Третий. Тоже довольно тоненький. Такой красненький. Ням-ням-ням. Сейчас я буду кушать. Ням-ням.